Это же тотальная безграмотность. Тотальная безграмотность. Мне кажется, медицину пора вести такой диагноз. Его сейчас нет, но надо бы. Аплазия души. Это когда в утробе матери у младенца не сформировалась душа. Так бывает, знаете, трагедии такие. Ручка не сформируется или почка, ещё какой-нибудь орган. А бывает, что не сформируется душа. И тогда человеку действительно чуждо страдание. Кого бы то ни было. Людей на своей родине, людей на своей второй придуманной родине. Вообще любых людей. Главное был бы замок. Немедленно закон о всеобщем счастье. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала. Давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить... Через ту ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. Пока группа поддержки у меня маленькая. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придёт время, когда мы в России создадим министерство счастья. Людей своих сюда не пускают. Да я не потому, чтобы что-то показать. Дрова же отсюда возили. От вас возили в Литву дрова. Мне докладывают пограничники. Дрова. Открываем автомобиль легковой, дрова везут. Люди выживали. Но когда-то мы к ним ездили, покупали чего-то. Ну давайте мы этим бедолагам поможем. Я организовал безвизовый режим. Так они начали пугать своих людей, что мы их тут завербуем. Что же нас завербуем? Ну не вербуйтесь. Если вас кто-то вербует, то вы не вербуйтесь. Или мы силой кого-то заставляем. Назовите факт хоть один. Не надо нам никого вербовать. Если надо, у нас там хватает завербованных. Кто какой дурак на границе хватает женщину или мужика какого-то и вербует? Ну послушайте, ну фактов таких нет. И вот они все выдумывают, выдумывают и упрекают в том, что мы чего-то делаем против них. Да нет у нас никакого желания этого. И даже вот сейчас, если у нас на атомной станции есть вакансии, я министру говорю, не отказывай литовцам, полякам. Это нормальные люди, которые приедут семьями, будут какие-то деньги зарабатывать, лечиться в наших больницах. Они с удовольствием готовы сюда приехать. Мы не закрываем для них дверь. Ну все зависит от них. Вот в Польше новое руководство. Я там не в восхищении, что вот пришел Дональд Тулский, я его знаю давно, я сразу до выборов сказал, что это человек проевропейский. Отписанная ПИС, это больше проамериканская партия была. Но это не значит, что завтра там поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем и прочее. Они предъявляют мне какие-то условия. Ты там этого отпусти, этого отпусти. Он закон нарушил. Как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Они еще мне на грудь наступают коленом и начинают что-то выдавливать. Да пошли вы. Мы суверенные, независимые государства. Мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы готовы пожать друг другу руку в любом месте и готовы с ними сотрудничать. Многое от вас зависит. Многое зависит. Поддерживайте с литовцами, поляками нормальные отношения. С ними не надо ссориться. Мы один народ фактически в этой колыбели. Наши они, соседи, никуда не денешься. Вообще наплевать на то, что себе там россиянина придумывали. Вот посмотрите, что вчера праздновали все порядочные люди нашей страны и бывших республик Советского Союза. 80-летие освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Как отметили в Киеве нацисты эту дату, они снесли со стеллы, установленной к 60-летию победы Великой Отечественной войны, советскую звезду. При том, что 9 миллионов жителей Украинской ССР погибли в годы Великой Отечественной войны. 7 миллионов жителей Украинской ССР воевали в рядах Красной Армии. А им эта победа не нужна. Общая история не нужна. Вообще, на самом деле, у власти на Украине находится такой исторический мутант, задача которого сохранить власть. И когда мы обсуждаем вопрос выбора на Украине, то совершенно очевидно. Возможно, год назад, когда Украина имела какие-то тактические успехи, Зеленскому эти выборы могли послужить большую пользу, крепить власть, продлить полномочия. В нынешних условиях, конечно, они ему не нужны. Во-первых, я не раз говорил, что нацистские режимы держатся только тогда, когда есть военные успехи. Нет военных успехов, нацистские режимы сыпятся. Украина Бенита Муссолини и его военные свергли, когда фактически германский фашизм и итальянский начал проигрывать. Следующий момент. Посмотрите политические процессы в мире, которые происходят. Я сегодня с утра почитал действительно серьезный опрос, который прошел в Соединенных Штатах Америки. Серьезное падение авторитета Байдена, в том числе и среди молодежи. Есть антивоенная риторика, есть недовольство конфликтом на Ближнем Востоке. По всем опросам, даже в колеблющих штатах, Трамп уверенно выигрывает. Мы не смотрим и не питаем иллюзии от республиканцев, но такая тенденция. То есть милитаризированная политика Байдена по поддержке Зеленского, она проваливается. Следующий момент. Европа. Или более левое, или более правое настроение. Выборы в Словакии, ФИЦ, это целая тенденция. Я посмотрел на выходные. В Германии прошла большая конференция, организованная левыми силами, на котором, кстати, докладчиком выступали два американца. Она посвящена сути, фашистской сути бандеровщины. Причем с раскладами, как финансировал, с кем. И ХДС, ХСС через фонд Аденаур и американские спецслужбы взращивали бандеровщину нацизм на Украине. Уже открыто Европа говорит об этих процессах. Дальше Молдавия. Ну что, вот эта вот госпожа, которая находилась и находится у власти с двойным гражданством, румынским и молдавским, фактически на муниципальных выборах они проиграли. Пытаются там делать красивую картинку, дескать, большинство все-таки за евроинтеграцию. Слушайте, с Европой готовы все сотрудничать. Ну, у Молдавии какая роль в Европе? Или, значит, стать фактически территорией Румынии, как мечтает их президент. Это вообще нонсенс. Такого, наверное, мало кто был. Свою сдать страну, да, под эгидой другой стороны. Хотя является, я еще раз повторяю, гражданской Румынией. А с другой стороны, мы понимаем для молдаван, какой путь в Европу. Путь батраков, наемных работников. Конечно, в этих условиях Зеленскому, когда идут такие мировые процессы, совершенно невыгодно. С другой стороны, будут выборы, если вдруг, то все равно дискуссия будет о путях развития Украины. Что украинское общество ждет в будущем? А Зеленский что может предложить? Ведь он предложил военную победу, не получается. Значит, придут другие силы. Поэтому то, что происходят конфликты, то, что сегодня вот эта вот история со взрывом адъютанта, совершенно, это, я думаю, что очередной привет, может быть, от службы безопасности Украины залужному, да? То есть процесс совершенно невыгодно. И в этих условиях, конечно, милитаризация, максимальное продолжение конфликта, это единственный повод Зеленской, вот этой банде, сохраниться у власти. Хотя деградация Украины, хотя экономическая и военная составляющая, будет в этом плане для них все больше и больше становиться очень тяжелой, катастрофической. Но сейчас проигрывает не Зеленский. К сожалению, проигрывают жители Украины, граждане. И только от их самосознания понимание, что им не нужен этот конфликт, что с Россией надо жить в мире и дружбе, только это может победить вот этот вот нацистский режим, который сейчас, к сожалению, произрастает и сохраняется на Украине. Підпишите на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.